друзья мы с вами видим будущее шашлычок или или как это правильно назвать шашлычок из креветок почему креветки зеленые они из ирландии такие зеленые что с ними произошло они просто в маринаде маринад маринад входит очень много зелени зелени лайм цедра лайма поэтому они зеленые ну плюс еще там вегета вот такой рецепт весьма сомнительный может быть но получается очень вкусно так этот маринад он чем-то специфический он не специфический это боря знает вообще шикарно то он это море надо спрашивать я только на низ и маринует горе хорошо спасибо что вы потом доснимем когда будем употреблять из природных красот друзья вот люди кемпингуют а у них вот перед глазами такое знаете как хорошо на высоком бережку сейчас ветерок подул там внизу вообще ветра нет видим вот берег как-то так делает высокие что там не дует закрывают вот это товарища самодельный рулет из того что называется как более называется это уже не счастье вот вот это она пахнет даже на таком расстоянии я стою и пахнет не могу даже попробовать так а вот миша уже получился давай выйдет это на свет уже это мой бутерброд помидорку дать мишу в мидорку ну давай помидорку люди же смотрят прикуса что же мы не можем так помидор в прикуску помидорки с огорода очень выйдем на свет выйдем на улицу вышли из тени мы вышли из тени очень вкусно ты ешь миша мне завидно это помидор который надо было бы отправить на выставку достижения народного хозяйства соединенные шарики даже не только пахнет а вот как как идет как себе домой ну миша не соблазняй народа то они побегут в холодильник а у них там нет так друзья постоянно многие говорят вот мы показываете там еду там или что-то и а я в час ночи смотрел и я пошел в холодильник друзья это неплохо это неплохо главное чтобы настроение по этому было хорошее дело не в том что вы в то время съели или в это а дело в том что с каким настроением если вы съели это в любое время суток настроением таким что вы что-то не то делаете лучше бы вообще этого не ели и оно энергетически понимаете вас отравляется а если вы это ели с удовольствием оно не может быть в обрез оно как бы с благословением можно я две копейки вставлю конечно я тут классы беру очень интересные и вот значит задали вопрос этому руководителю как похудеть как потерять вес и он сказал очень интересную вещь в последние двух недель сосредоточиться на еде вот не думать ни о чем кроме еды которую ты ешь во время еды не вообще целый день то через две недели ты начнешь терять вес вот так интересно просто сам фокус на еде а не думать о чем-то постороннем ведет к сбавлению веса это большой эзотерик ну все я выключаю тебя я показываю вам друзья как умываются американские отдыхающие вот они так надо сказать что вот эта вот бутыляка она задумана именно для кемперов да она гармошкой складывается ну да но это для питьевой воды вообще для питьевой воды ну во всяком случае она изначально задумана как складывающейся гармошкой а вот тут ее шнуром перевязали вот так вот так отдыхают друзья в условиях развитого капитализма в его империалистической фазе друзья вот такую штуку я видел когда-то в СССР смотри раз ну в СССР конечно спичками пользовались мы все ну здесь от большого подожди газ ты где у ней так смотрим а на сколько хватит вот такой фигни года на два баллона то есть вы кончается но вы как бы не сильно пользуетесь почему на два года хватает потому что тут много тут же много он же как бы не под он жидкий я извиняюсь под большим давлением под эту плеточку вот такой баллончик нужен что это? это маленький баллончик но я эти маленькие от этого большого тоже заправляю так минуточку а куда вы потом его подключаете у меня вторая есть барбекюшница ну вот видишь вот тебе вот такая система примус да а вон лампа газовая тоже такая же система а вон вот эта барбекюшница примус которую ты не понял что мы ее не достали еще пока так газовая лампа вон там а вот эта барбекюшница так вот она тоже это барбекюшница так давайте она тоже с баллончиком с маленьким который я заправляю тогда я зайду с той стороны и кстати все еще его хватает и на эти маленькие тоже понимаешь и надолго Миша еще бутерброд взял с бужениной как? будем бутерброд с бужениной маленький хватает на два-три раза попользоваться то есть на самом деле довольно компактно все ну да так все рассчитано чтобы все умещалось тут же везде багажники снизу ты не посмотрела что будем еще кушать что? шеримку шеримку всегда место найдется так ну подай на земле разложим все оп то есть так и это барбекюшница это барбекюшница да вот сюда идет баллончик вот открывается ну это должно ведь свисать да вот и все так вот эти баллончики я заряжаю от этого большого баллона понял понял ну вообще конечно для такого передвижения действительно ну это дополнительное ну да 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 для такого передвижения конечно важно иметь такой здоровенный какой-нибудь вот портал да вот как ваш этот ОРВИ и чтобы все это с собой таскать ты пойми вон в том ОРВИ вот видишь вот эта задняя дверь она идет насквозь но когда все складывается ну вон она видишь нет но выключим так там лестницу наверх вижу не лестницу наверх вот нахрен да так поди задняя дверь снизу вот это вот а наверно вот это задняя вот это задняя дверь все это все старanced и там у нас лодка лежит здесь у нас лодка например лежит видишь? Вот это вот ложка, вот это дополнительное одеяло, это всякие там эти самые. То есть, даром место не пропадает? Да. И здесь тоже, да, багажное отделение? Здесь генератор. То есть, это часть автомобиля? Да, нет, это генератор, часть ОРВИП, который он тебе дает 110 вольт. Да. Тоже вы его меняете или подзаряжаете? Нет, генератор он сам дает. А, от мотора. Он сам отдельно, он self-sufficient, я его включаю, он пропан. А это кладовочка такая. А это кладовочка, которая идет насквозь, до той стороны, и там такая же дверь, такая же, с той стороны. Будь здоров. Вот, ну и в общем-то... У меня такое ощущение, что вы с трудом оттуда что-нибудь достаете. Вот это сейчас покидано, все стоит, все стоит с табелями и колоннами, когда сложено. Когда складываешь, вот сборок самое неприятное все дело, потому что вот этот гамак, например, он же тоже туда влезает, он же собирается. Давай покажем гамак. Он же собирается в трубочку, как этот стул, и кладется сюда. Так. Все, 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 все здесь, все здесь, все, все, все накидано. Это не просто гамак. Все рядами и колоннами идет. Слушай, это не просто гамак, он еще, я извиняюсь... Я на нем вчера лежала с пола. С тентом. Не знаю, он твой бутерброд. Спасибо. А, ребят, а вот если, я извиняюсь, спала вечером, комары не кусают, нет комаров? Нет, она днем была на нем. Потом нет, здесь не скучут комаров. Почему-то нет комаров, да. Комары... Вот, иди сюда. Так. Не выдерживают обстановки демократии и свободы. А вот здесь все, что с подключением воды связано. Так вот сюда подключается вода, если есть подключение воды. А это вот, вот здесь, вот все, что с подключением со сливом. Со сливом? Ой, е-мое. А здесь танки, здесь танки. Два танка. Черный это туалет, а серый это вода с умывальником. А вот к ним идет выход. Все это выливается. Хорошо, удобненько. А если есть подключение, то прямо в канализацию идет. Мы продолжаем рассматривать RV. Телевизор, что ли? Да, телевизор. Это один из трех. Здесь их три. Здесь их три. Причем вот он с очень хорошим этим самым качеством. Так, можешь сказать, сел на улице и смотришь телевизор. Да. Ну, так иди, когда у нас есть электричество. Потому что эти маленькие телевизоры, они от 12 вольт работают. Это, к сожалению, только от 110 вольт. Ну, либо генератор надо включать, либо подключаться. Либо подключаться. Ну, там, где есть возможность. Друзья, вы видите Бориса, который подгребает угольки. Если вы думаете, что угольки им удались легко, это не так. Он предварительно облил деревяшки керосином. Или чем это было? Да. Какой-то жидкость, в общем, горючий облил. После чего угли стали углями. И вот эта вот решетка общественного пользования, она грязная. Вы сами понимаете, что она не, как сказать, не стерильная. А на ней надо мясо жарить. А креветок, в частности, креветок. В данном случае креветок. Поэтому что делают? Берут их, ну, прокаливают. Существенный элемент прокалить. А это лук? Щеткой почистить. И теперь лук. Лук исключительно дезинфицирует, друзья. Или, может, еще для чего? Я не знаю, я так от балды. От балды сказал. Да, только тут еще дырка вот их. Так. Но луковица тоже горячее становится, да? Не без них, все равно. Ну да, там на дырном. Так в чем смысл луковица? Как вместо воды? Ну, она очищает. Я знаю, что в основном для того, чтобы очистить. Тревая решетка, так нам не повезло. Вот она становится, она грязит. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Да. Конечно, спирт на такое дело жалко переводить. Щеточкой. Щеточка из дома привезена, небось, да? Я везу, не даю? Нет, здесь не дадут. Такую щеточку надо иметь свою. Мы еще и сами не делаем. Ну, это шутка, это шутка. Это была лопатка для переворачивания. Что, серьезно? А как же вы сделали? Сами сделали щеточку, да, винтиками накрутили. Подождите, а вот эта нижняя часть, это же... Чтоб купить лопаточку. Так, нет, это и есть лопаточка. Так, ну, в смысле, для чистки. Обычно, когда покупаешь набор для барбекю, там есть лопаточка. Посмотрите, какое здесь качество. Качество, да. Вот это. Друзья, вот если что, чего, вот, пожалуйста, берите пример. Очумелые ручки называются. Не без этого. Шаламливые. Вот так уж кей. Ну, и как бы вот так это. Нет, ну, пластмасс это все равно. 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 Продолжение следует...